Всем привет, господа! С вами мистер Чейзер и вы смотрите подкаст за 31 декабря 2016 года. Грубо говоря, последнее видео у меня на канале и давненько не выходило видео у меня на канале. По одной причине я болел. Вот, собственно, и всё. До сих пор ещё, кстати, немного не выздоровел, но уже вот намного лучше себя чувствую. Могу хотя бы сесть за комп, включить микрофон и хоть что-то рассказать о том, как бы что со мной происходило вообще и всё в таком духе. Ну, грубо говоря, я 5 дней лежал пластом с температурой под 39, поэтому, ну, видео на канале не было. Это время я ничего не мог делать. Грубо говоря, сидел, лежал, глотал таблетки, пил чай с лимоном и всё в таком духе. Ну, грубо говоря, лечился. Но заострять внимание на этом, думаю, не будем и как бы перейдём именно к подкасту. То есть, расскажу о том, что же было за последние 3 месяца уже. Да, да, 3 месяца прошло записи последнего подкаста. Давненько такого формата не было на канале. Да, вы его особо, в принципе, и не смотрите. Мало кому интересны новости на канале, но тем не менее. Я считаю, что это очень важные такие видео на канале, ибо в них я очень много чего рассказываю про канал и про себя в частности. Так вот, поговорим о том, что было на канале, что будет в ближайшее время и не очень в ближайшее время, там, скажем, в далёком будущем. И как бы всё, грубо говоря, так. А теперь более подробно по пунктам и пройдёмся. Во-первых, хочу сказать, что у нас, ну, последний подкаст, так как вышел в сентябре, соответственно, этот подкаст, наверное, будет подлиннее, потому что за три месяца много чего на канале было, много чего выходило. И вот, касаемо того, что же выходило на канале, что вы, возможно, могли пропустить. В плане прохождений всё было немножко незаурядно, потому что осень выдалась какой-то, ну, такой себе. Как бы были прохождения, которые вы смотрели неплохо, но были прохождения, которые херово смотрелись, и которые я вот в этом видео сегодня вам напомню, что вот сходите, посмотрите, если ещё не. Ну, во-первых, в сентябре у нас было прохождение игрушки Dungeons 2 с дополнением A Game of Winter, то есть зимние игры, очень классная игра, советую всем в неё поиграть, но если лень или не хочется, но хочется на неё посмотреть каким-то образом, то у меня на канале, естественно, вот прохождение, можете глянуть. Достаточно весёлая вышла, рофельная, в каких-то моментах даже пуканно-взрывающая, но это уже относящаяся к DLC, зимние игры, там, конечно, да, у меня подгорало знатно. Далее, после, точнее, параллельно Dungeons 2 и уже после Dungeons 2 я запустил кооперативное прохождение Borderlands The Pre-Squel, которую, если честно, я лично хотел пройти ещё с 2014 года, но хотел это сделать в кооперативе с поваром, и так как он не хотел в 2014 году в неё играть и тем более проходить, то, соответственно, всё это откладывалось, 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 и, наконец-то, в 2016 году я его уломал на это дело, но вам, вижу, это уже нафиг не интересно на канале, надо было, наверное, в одиночку в 2014 году проходить. Тогда, может быть, бы побольше было просмотров, но не суть. В общем, прохождение есть на канале, оно очень слабое по просмотрам, но, тем не менее, я вам настоятельно рекомендую посмотреть, там тоже есть очень много забавных моментов, всяческих смешных даже моментов, и сама игра реально весёлая вышла, мне она очень понравилась, возможно, когда-нибудь в будущем, так же, как и вторую борду я в своё время перепроходил, в году в будущем где-то в 15-м или 14-м, не помню. Возможно, и пресиквел буду тоже иногда перепроходить. Весёлая игра. Далее я продолжил прохождение Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Evil Edition, это издание для третьей PlayStation, но, как бы вам так правильно сказать, оно тоже херово по просмотрам зашло, то есть нет, там в каких-то видео были просмотры выше сотни, но для канала, который достиг уже отметки в 12 тысяч подписчиков, это оно очень и очень мало, поэтому мной было принято решение опять заморозить прохождение третьей Diablo, как бы мне эта игра не нравилась, как бы мне не было в кайф записывать видео с консоли, ну, для меня это просто, знаете, интересно, это сам процесс, вот эта вся заморочка, сидишь там, обмотавшись в кучу проводов всяких там и так далее, кабелей и прочей херни, там с картой захвата, ну, короче, целый геморрой, но мне это доставляло удовольствие, по крайней мере. Ну и сама игра мне тоже реально прикольнула, ну, это Diablo, что еще можно про нее сказать, но, грубо говоря, по просмотрам слишком мало, поэтому мной было принято решение прекратить, ну, как бы заморозить на какое-то время прохождение, возможно, когда-нибудь я и вернусь к этому делу, но точно не в этом году уже. Далее, вот мы приступаем к тому, что уже более-менее вы начали смотреть, это Warhammer 40 тысяч Dark Crusade, то есть, Темный Крусовый Поход вы вполне себе неплохо посмотрели, там на каждом видео по 200 плюс просмотров, это мне реально нравится, хотя могло быть и немножко больше, но, тем не менее, это уже получше, чем в некоторых видео Борды 40 или 50 просмотров, ну, это вообще позор для моего канала по таким просмотрам, ну, как-то так, то есть, и... В декабре началось прохождение, сразу же после Dark Crusade, прохождение дополнения ко второму Дову под названием House Rising, который я вот из-за болезни немножко приостановил, потому что, ну, вы, наверное, даже по голосу сейчас слышите, что у меня голос, ну, совсем не такой, какой у меня, хотя, хрен знает, может быть, микрофон это и не передаст, ну, я не знаю, но просто знайте, что голос у меня сейчас вообще не такой, я еще не в состоянии что-то записывать, вот сейчас вот подкаст сижу, записываю, и это все, это максимум, что я сейчас могу, поэтому прохождение House Rising мы продолжим уже после Нового года, где-то числа 3-го, 4-го, может быть, 5-го, когда я окончательно встану на ноги, окончательно вернусь в строй, тогда, когда уже, ну, вот, все, на 100% вылечусь. Ну, по прохождению, в принципе, все, все, теперь давайте обратимся к тому, что было, чего было действительно много за эти 3 месяца, ну, так как, 3 месяца, это рубрика «Мои впечатления» и «Мои первые впечатления», оно, как бы, если вы не знали, все в одном плейлисте находится, то есть, для этой рубрики за эти 3 месяца повыходило достаточно много от меня видео, в частности, я не буду, наверное, акцентировать внимание на каких-то отдельных играх, я просто перечислю то, что вы могли пропустить, возможно, вы какие-то видео смотрели, возможно, какие-то не смотрели, поэтому просто перечислю сейчас по порядку их выхода, какие видео из рубрики «Мои впечатления» выходили вообще. Ну и начнем. То есть, по вот этим вот играм выходили мои впечатления или мои первые впечатления, то есть, в зависимости от того, играл ли я в игру раньше или же впервые ее запустил. Также было очень-очень много стримов, на которые вы вяленько приходили, то есть, по сравнению с летом, где было стабильно по 15, иногда даже 20 человек на стримах, то, как бы, тут у нас даже десятка не набирается осенью, и это, в принципе, херово. Ну, ладно. У меня стримы, это, знаете, такой побочный продукт на канале, но, тем не менее, мне нравится это дело, и я был бы рад, если бы вы приходили на стримы. Далее, еще, что можно отметить из того, что было, так это видео из рубрики «My Favorite RTS» по «Warhammer 40000» до «Ново». И я, к сожалению, не успел закончить до Нового года, ну, из-за болезни, опять же, видео по... Ну, видео из рубрики «My Favorite RTS». Я уже его готовил, уже хотел приступить к написанию сценария, к записи геймплея и так далее, и тому подобное, там уже и к монтажу, и думал, к Новому году я успею. Но, как бы не так, если бы не заболел, я бы успел. А так, уже новое видео из рубрики «My Favorite RTS» вы увидите, скорее всего, где-то, ну, я не знаю, в первой половине января, так это точно, я постараюсь его сделать. Дальше выходила парочка миксов, «Prepare to Jump» 15-й и «Beautiful Watch» 14-й. Сообщаю для тех, кому интересно, моя музыкальная карьера, если так можно выразиться, моя музыкальная творчество. То есть, выходила парочка миксов. Один в жанре «Jump Up», другой в жанре «Liquid Funk»-Intelligent. Ну, это всё направление драмат-бейс-музыки, чтобы вы понимали. Далее выходила парочка видео из рубрики «Десятка лучших», которые за этот год прямо-таки меня порадовали, а в частности, видео «Десятка лучших PSP-игр». Там оно собрало свыше 70 тысяч просмотров. Это просто одно из самых быстро растущих видео у меня на канале. И я этому очень рад, в принципе. Жалко, что другие видео у меня так быстро по просмотрам не поднимаются. Ну, и выходило также видео «Десятка лучших недооценённых игр», где я представил свою десятку недооценённых игр, которые набрало там 300 или 400 просмотров, я точно уже не помню. Ну, как бы да. Сразу видно, что набирает просмотры. А лучшее, а что нет. Можно тут прям какой-то, не знаю, алгоритмы вывести Ютуба. Ну, в принципе, и всё, что выходило за эти три месяца у меня на канале. Ну, это так, вкратце, очень вкратце, в принципе. Для того, чтобы вы более-менее ориентировались, и если что-то пропустили, то могли зайти на канал и посмотреть. Это в соответствующих плейлистах. Также ещё можно под конец отметить такие события, как, ну, собственно, достижение канала в отметке 12 тысяч подписчиков. Большое вам за это спасибо. Я не стал записывать отдельное видео, потому что раньше я это делал, то есть, ну, каждую тысячу подписчиков я, как бы, как это так сказать, отмечал, грубо говоря. Сейчас я это не делаю, потому что это уже, как бы, ну, пройденный путь. Теперь будем каждое, там, не знаю, 5000 подписчиков отмечать. Это всё каким-то видео, какими-то классными, крутыми конкурсами. И всё в таком духе. Ну, и также, мной ещё на Чёрную пятницу был приобретён микрофон, на который я сейчас, собственно, всё и записываю. Это Blue Snowball Ice. У меня на канале есть и распаковка, и тесты этого микрофона. То есть, кому интересно, видео есть на канале, можете в поиске по каналу найти по названию микрофона. Достаточно легко это сделать. Ну, и давайте перейдём теперь к тому, что же будет на канале. Я уже частично об этом сказал. То есть, не вышедшее видео My Favorite RTS из-за моей болезни. Это, во-первых. Во-вторых, я допройду в Warhammer 40,000 до нового 2 Chaos Rising. Ведь я, как я сказал, из-за болезни приостановил прохождение, пока болею. Собственно, когда, вот, окончательно стану на ноги, когда окончательно поправлюсь, тогда и продолжу прохождение. А пока что, ну, потерпите, кому вдруг интересно, и кто вдруг ждёт продолжения данного прохождения. Также я тут ещё обморвился о конкурсе. Да, я хотел на Новый год сделать конкурс, но, как вы видите, опять же, из-за болезни я не смог этого сделать. Хотя уже, если честно, хотел. Ну, и как раз-таки в тот день, когда я хотел сделать конкурсное видео, я слёг с болезнью. Ну, в общем-то, болезнь очень многое попортила, как вы видите. Под Новый год мне очень много палок в колёса вставило. Но ничего, думаю, мы всё вот эти вот ранее запланированные мной вещи и видео какие-то я реализую уже после Нового года, когда поправлюсь. Так что, да, конкурс будет, но будет уже после Нового года. Не знаю, может быть, на Рождество я сделаю. То есть, опять же, когда я поправлюсь окончательно. То есть, я ещё до конца не выздоровел. Ну, как бы, уже лучше себя намного чувствую. Но вот когда окончательно всё, 100% я уже поправлюсь, тогда будет и конкурс, и новое видео из рубрики MyFavoriteRTS. Ну, тогда я, точнее, когда поправлюсь, начну только его делать, потому что этот процесс достаточно такой долгий, муторный и, как бы, время и ресурсозатратный. Далее, после Вархаммера, конечно же, хотелось бы что-то пройти другое на канале. Ну, и так, возвращаемся к прохождениям. Потому что Вархаммер это круто, но я буду после Нового года перерисовывать шапку канала, ну, то есть, либо её переделывать. И, кстати, да, вот, обращаюсь к вам, ребят, кто смотрит данный подкаст, возможно, среди вас есть творческие люди, которые хотят помочь каналу, которые хотят каким-то образом поспособствовать его развитию. То есть, если кто-то очень хорошо владеет фотошопом, обязательно мне напишите, либо в группе ВКонтакте, либо в личке мне ВКонтакте напишите, и у меня там личка для всех открыта. То есть, обязательно мне напишите, мне это очень важно, чтобы вы мне помогли шапку канала сделать крутую. Ну, возможно, кто-то рисует шапки канала, и очень клёво. Я бы, возможно, даже вам, не знаю, заплатил бы там какие-то символические 100 рублей. Ну, серьёзно. Я даже готов за это дело заплатить, если вы сделаете хорошо. Но если же таких людей нет, то придётся мне самостоятельно как-то это всё делать, потому что шапку канала я хочу поменять, потому что меня начинают ассоциировать с Вархаммером, а я не хочу, чтобы этого было, я хочу, чтобы мой канал был такой универсальный. То есть, чтобы на нём было, чтобы его узнавали не только по Вархаммеру, не только там по Оверлорду, или ещё по каким-то играм, которые более-менее у меня заходят по просмотрам, и которые более-менее популярны у меня на канале. Я хочу, чтобы у меня канал был более универсальный, чтобы и чуть-чуть по тем играм меня знали, и чуть-чуть по тем, и по тем каким-то видео, другим вообще не касающимся игр, и так далее, и тому подобное. То есть, я хочу, чтобы меня узнавали не только по Вархаммеру, или там Оверлорду, или ещё по каким-то играм. Так что шапку канала после нового года я буду перерисовывать, ну или просто поменяю какую-то картинку, сделаю какую-то компиляцию в фотошопе, основываясь на свои какие-то, не знаю, навыки фотошопа, которых у меня не особо много, но тем не менее, шапка будет перерисована. Далее, ну опять же, обращаясь к тем прохождениям, какие будут после Вархаммера, я как-то говорил, что хотел бы пройти трилогию Call of Duty и именно Modern Warfare, оригинальную трилогию, и говорил, что это будет на каникулах, ну то есть на зимних каникулах в январе. Вот сейчас не знаю, будет ли это точно или нет, но в принципе можете готовиться, да, скорее всего я буду проходить трилогию Call of Duty, как бы это моя любимая трилогия, ну кроме третьей части, третья часть она такая, сюжетно не очень, но как бы проходить первую Modern Warfare и вторую, а потом забить на третью, ну как-то не очень красиво, поэтому трилогию на канале я обязательно пройду, я об этом говорил на каких-то стримах или еще где-то, не помню. Так что, скорее всего, в январе пройдем. Возможно, также после Вахи, если мне не захочется проходить Call of Duty, а такое вполне возможно, потому что для этого нужно именно желание, возможно я пройду какую-то другую игру из списка в группе ВКонтакте, ну у меня вот пока что взор падает на Fable, не знаю, может быть первую Fable пройду, но не ту, которая Lost Chapters, а ту, которая Anniversary, потому что Lost Chapters я и вдоль и в поперек избегал в свое время, и, конечно, приятно было бы вновь ее пройти, но вот Anniversary, она и графически изменилась, и там какие-то изменения есть, и какие-то фичи подобавляли, то есть мне было бы интереснее даже, наверное, Anniversary пройти. И тем более с новой видеокартой, как у меня сейчас находится, это 750 ATI, у меня, надеюсь, все будет без лагов работать, потому что в 2014 году в свое время у меня Fable Anniversary лагало очень хорошо, ну то есть там 40-30 FPS еле-еле выдавала у меня система. Так что как-то так, в принципе, наверное, все рассказал, что хотел, самое, наверное, важное это то, что я, блин, болел и очень-очень много времени проморгал, очень много времени упустил, но ничего, здоровье, как говорится, важнее. Так что на этом, наверное, все, возможно, еще после нового года организуем, ну как опять же, опять же, когда я поправлюсь, возможно, организуем еще разговорчик с итогами 2016 года, вот только еще не знаю, где его проводить, либо в рейдколе, где мы всегда проводили разговорчики, либо уже перебираться полностью в дискорд, потому что это же мейнстрим, е-мое, всем нужен дискорд, все забыли про тимспики, все забыли про рейдколы, всем сейчас дискорд подавай. Не, он, конечно, прикольный, удобный, но не знаю, он ничем особым таким не выделяется, кроме того, что его можно скачать на смартфон и то, что он в браузере работает, то есть его не обязательно скачивать, а так, в принципе, такая же программа, как и тот же TeamSpeak или рейдкол, ну ладно, это уже лично мое мнение, в принципе, на этом все, господа, спасибо всем большое за просмотр, увидимся в 2017 году, всех с наступающими праздниками и не болейте, не болейте, здоровье важнее, всем пока. Продолжение следует...